Еще одно важное решение народных избранников. Ради него спикер даже продлил утреннее заседание и призвал парламентариев проголосовать до обеда. Речь идет о языковом законе. Впрочем, фракции еще долго не могли договориться, какой документ поддержали в итоге и как нардепы будут развивать украинский язык, расскажет Ксения Барвиненко. Сразу четыре законопроекта о языке вынесли на рассмотрение нардепов. Впрочем, по большей части предложения были идентичны. А вот в оппозиции считают такие законопроекты спекуляции. Утверждают, это спровоцирует раскол в обществе. Уже все знают, что когда влада начинает спекуливать на мовных вопросах, ждет беды или выборов. Если бы руководители страны умели работать, они бы предлагали шляхи вывода страны из кризи и говорили про экономику. А эти не могут, но очень хотят остаться при владе. И что они делают? Далее расколюют общество и призначают внутренних врагов. Отказывались голосовать и во фракции ПВП, хотя были предложения ко второму чтению объединить их законопроект и комитетский 5670Д. И только с седьмой попытки под угрозой остаться без обеда в парламенте нашли голоса. Мы будем голосовать за этот закон, который вы наполягаете. Мы своей стороны на другом чтении будем наполягать на враховании всех правок, чтобы недологие речи из этого закону выкинуть. Законопроект предусматривает обязательное использование украинского языка во всех сферах. Госструктуры, армия, суды, образование, кино и телевидение, печатные и электронные СМИ, книгоиздательство, медицина. За нарушение штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов. Контролировать же соблюдение закона будут нацкомиссия по стандартам государственного языка и институт, уполномоченного по защите государственного языка. Новосозданными органами планируют заменить Центр украинского языка и терминологический Центр украинского языка. Сейчас документ направлен на доработку, депутаты должны подать правки, а его содержание может существенно измениться. Ксения Барвиненко, Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. Принятие в первом чтении законопроекта об украинском языке приветствовал президент. Петр Порошенко убежден, что новый закон будет способствовать европейским стандартам в отношении к правам нацменьшинств и объединять общество. Он также подчеркнул, после того, как Конституционный суд признал нелегитимным закон о языках 2012 года, возникла необходимость в принятии нового документа. Это дело парламенту. Мені дуже шкода, що багато хто з депутатів у сьогоднішній дискусії в Верховній Раді насправді дбав не про мову, а дбав про піар на мові. Думав не про те, як підтримати українську, а як принизити своїх політичних опонентів. І тем не менше, я хочу наголосити, що я відтаю ухвалення закону в парламенті в першому читанні. Я розраховую на те, що до другого читання депутати підготують збалансований проєкт, який з одного боку потужне підтримує конституционний державний статус української, а з іншого відповідатиме європейським стандартам. Об цьому глава держава сказав на встречі з педагогами по случаю Дня Учителя. В своєму выступлінні Порошенко заявив, що образовательна реформа і внедрення нової української школи – один із важніших приоритетів в його роботі. Педагогам із нескольких регіонів президент вручил державні награды і поблагодарив їх за труд. Вдячність, яку я хочу висловити вам, а у ваших особах і всім вітчизняним українським освітянам за бездоганне виконання найвідповідальнішої місії. І ця місія є виховання молодого покоління, виховання майбутніх українців, які виросли, сформувалися за часів незалежної України. Дякую за перегляд!